На лыжной базе прошли областные соревнования по лыжным гонкам. Отбор на первенство России по среднему возрасту. Нижний Новгород, Семенов, Арзамас, Первомайск, Вачев, Икса, Бор. Лыжники со всего региона в выходные съехались в Саров, чтобы принять участие в областном первенстве. По итогам соревнований лучших из них отбирали для участия в первенстве России в Сыктывкаре. Сегодня у нас дистанции классическим стилем. Девушки бегут у нас 2007, 2008, 2009, 2010 года рождения. Дистанции 3 километра. И мальчики, соответственно, этих возрастов, они бегут дистанцию 5 километров. Завтра у нас состоятся гонки свободным стилем. Достойную конкуренцию областным спортсменам составили воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Практически на каждой дистанции во всех возрастных группах у саровчан есть призовые места. Двое наших спортсменов, Дарья Зюзяева и Александр Зарубин, отобрались на первенство России. А вот Карине Мейнковой буквально пары секунд не хватило до третьего места. Бежали классическим стилем 3 километра. Причем сегодня гонка не пошла. Было прям тяжело. Есть очень сильные девочки. Все подтягиваются. То есть ты растешь, другие растут. Лыжными гонками Карина занимается 5 лет. Год назад девушка перешла к заслуженному тренеру России Николаю Седову. Летом спортсменке удалось достичь первого крупного успеха на соревнованиях по лыжероллерам. И останавливаться на достигнутом она не собирается. У меня какое-то удовольствие от этого. Там день не удастся. Ну, плохо пойдет. Я встану на лыжи. У меня как сама вот эта вся злость, негатив у меня остается на трассе. То есть после тренировки я получаю какое-то удовольствие от этого. Команда лицея номер 3 заняла третье место в полуфинальном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». В конце прошлого года 10 баскетбольных команд школ города столкнулись на паркете в борьбе за лидерство в рамках всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Спортсмены играли по круговой системе в двух группах. Матчи за призовые места были напряженными. По итогам городских соревнований победителем стала команда лицея номер 3. Она представила Саров на дивизиональном этапе «Кэсбаскета» в городе Выксе. К нему, я считаю, физически были все готовы, но была плотная тактическая подготовка, дополнительные задания, занятия с тренерами, разбор всяких комбинаций. Тяжелые игры были с Выксой, ну самые тяжелые, и с Колебаком. С Сардатовым проблем не было. В Выксе саровчане столкнулись с серьезными соперниками. Многие из них были намного выше игроков лицея номер 3, поэтому обыграть конкурентов было непросто. Но собрав всю волю в кулак, лицеисты выбили лидерство на последних секундах и взяли первое место в финале дивизионального этапа. В полуфинале чемпионата «Кэсбаскет» саровчане столкнулись на паркете с Нижним Новгородом, Кстовом и Арзамасом. В полуфинале столкнулись с сильной командой. Одну игру выиграли, Арзамасу проиграли. Если бы Арзамасу выиграли, прошли бы дальше. В Арзамасе был, так сказать, юноша, который играл очень сильно. Мы не смогли его удержать. Из-за этого проиграли. Он намного очень очков забил. Не удалось сыграться, так сказать. Из-за этого проиграли. На полуфинале саровчан ждали новые испытания. Команда вышла на паркет не в полном составе, поэтому бороться за золото было тяжело. Саровчане уступили победу Нижнему Новгороду и Арзамасу и стали призером полуфинала, заняв третью строчку турнирной таблицы. Я, в принципе, знал, что мы выйдем так далеко, потому что команда у нас более сильно собралась. Все вместе ходили, играли, тренировались почти каждый день. Я, в принципе, ожидал, что мы куда-то пройдем. Поздравляем юных баскетболистов и желаем дальнейших спортивных побед и блестящих результатов. Воспитанницы детского футбольного клуба «Лиса» в центре внешкольной работы завоевали второе место на чемпионате Приволжского федерального округа. Детская футбольная команда «Лиса» появилась в нашем городе в 2001 году. Практически с самого основания в ее составе играют девочки. Занимаются они наравне с мальчиками, а порой даже лучше. В этом сезоне лисички Виталина Алимова, Виктория Клюханова и Софья Абызова приняли участие в первенстве Приволжского федерального округа среди женских команд. Троих спортсменок пригласили усилить команду «Олимп» из Ковылкина. Вместе им удалось добиться второго места в этом турнире. Эти недельные соревнования, они были самые крупные для меня. То есть я хочу выразить большую благодарность тренеру «Олимпа» за то, что он нас принял. Так-то я там познакомилась очень с многими девочками из других городов. Ну, в общем, мне там очень сильно понравилось. Турнирный марафон длился шесть дней, всего лисы сыграли 12 игр. Выступали они за две возрастные группы. Софья Абызова забила первый гол в ворота соперниц, а ее подруга по команде Виталина Алимова стала единственным игроком, который оформила на турнире голевой покер. Забила четыре мяча в одной игре. Мы играем почти так же жестко, как пацаны, ну, мальчики. То есть все то же самое. Мы дружим там, общаемся весело и играем как-то, общаемся в игре, подсказываем. Мне кажется, что футбол – это не только мужская игра, но и женская. Одна из сложных ролей – вратарь. Оборонять ворота, не давая сопернику забить победный гол – задача, требующая мужества и внимания. С ней блестяще справилась Виктория Клюханова. За весь турнир она пропустила всего два мяча в свои ворота. Один с пенальти, второй отскочил рикошетом от своего защитника. Вику признали лучшим вратарем турнира. Играть было немножко сложновато, потому что ты еще не знаешь, как игроки играют, и поэтому немножко будет сложно. Мне больше нравится на воротах, потому что там больше, в частности, мяч к себе прилетает. В итоге команда «Олимп» с лисами в составе выиграла серебро в двух возрастных группах. Теперь в начале марта девочки поедут на финал всероссийских соревнований – первенство России по мини-футболу. В команде «Лиса» есть еще места для девочек от 7 до 12 лет, любящих погонять в футбол и желающих научиться этой игре. Занятие бесплатное и проходит в спортивном зале ОБЦ. В Сарове прошло первенство школ города по волейболу. Несколько команд из разных учебных заведений поборолись за путевку на финальные игры. Новая волейбольная команда школы номер 7 сформировалась недавно. Как сказал тренер, ребята начали играть в волейбол практически с нуля. После нескольких месяцев тренировок юноши уже вышли на свои дебютные соревнования. Первенство по волейболу среди школ. Лидерами им стать не удалось, но ребята получили ценный игровой опыт. В матче за седьмое и восьмое место спортсмены били с командой из третьего лицея. Игра была хорошая, но там были ошибки. Кто-то мог не принять, кто-то стоял. Лично я, у меня были много ошибок. Я не мог нормально примять мяч и подать. На протяжении четырех игр третьему лицею тоже чуть-чуть не хватило до выхода в лидеры соревнований. Хоть в матче за седьмое и восьмое место спортсмены и выиграли у седьмой школы со счетом 2-0. Несмотря на то, что в призеры команды уже не выйдут, борьба на паркете выдалась серьезной. Соперники были достойны и у нас были много ошибок, но все равно. В следующем году будем показывать хороший результат. 15 лицея и 16 школа встретились на волейбольной площадке за пятое и шестое место. Игроки решительно настроились на победу над противником. На протяжении первой партии волейболисты держали равный счет. В первой партии волейболу выделились явные лидеры. Православная гимназия, гимназия номер 2 и 12 школа. По сравнению, например, с девочками, это менее эмоциональные, более профессиональные соревнования. То есть здесь меньше эмоций и больше техники. Все они занимают у себя в своих общих проводных учреждениях. Все тренируются. Это постоянные тренировки, занятия. Победитель городского этапа первенства по волейболу среди юношей отправится в конце марта-начале апреля на финальную часть соревнований и будет биться за звание лидера Приволжского федерального округа. Саровский спортсмен Антон Каманин стал победителем чемпионата Нижегородской области по боксу среди мужчин. Второй результат в современной России. Саровчанин Антон Каманин на прошедших на Бару областных соревнованиях занял первое место. Раньше такого успеха достигал только один уроженец нашего города Андрей Дайнек в 2018 году. Теперь пальма первенства у Антона. Он пришел в бокс в 7 лет. Начинал тренироваться в Вознесенском, потом переехал в Сарох, пришел заниматься к тренеру Виктору Шлипугину. Сейчас юноша 22, за его плечами участие в нескольких крупнейших областных и региональных соревнованиях. На соревнованиях у меня в весе было 4 человека. На самом деле не так уж и много 4 человека. И было два боя. Первый бой у меня прошел в виде явного преимущества. В втором раунде мне отдали победу. А второй бой, финал, был такой напряженный, тяжелый бой. Немножко выдохся, но в итоге все равно получилось одержать победу. С подсказками Виктора Васильевича выиграл финал. Человек выиграл чемпионат области. Ему еще было два специальных приза вручено. Значит, специальный приз был как за лучшего бойца турнира. А второй был приз от ветеранов бокса Нижегородской области. Это вообще впервые нас так. Как практически любой спортсмен, Антон критично смотрит на результаты. Говорит, были ошибки, есть над чем работать. Тем более, что впереди у него чемпионат Приволжского федерального округа. Вообще в этом году молодой человек поставил себе цель – стать мастером спорта по боксу. Бокс – это такой, я бы сказал, мужской вид спорта. В нем развиваются такие моральные качества, которые нужны каждому мужчине. И этим он меня привлекает. И как бы хочется им заниматься. Иногда было такое желание, что он надоедает. Но потом, как видите, опять возвращаешься сюда же, в этот же зал. И все как бы затягивает немножко. Продолжение следует...